Я здесь, и я как бы в чувствах, когда у тебя ноги уже вытирают, потому что я надоела, свали нахер, понимаешь? Это я люблю. Всё, я его преследовала, подружилась с его семьёй, с его сестрой. Отношение девушки к парню зависит от отношения парня к девушке. Я звезда, что ты мне дашь? Что значит не портить настроение? Ну ё-моё, это вот так, что ли? Муа! Привет, мои хорошие! С вами Селена Свэй, и сегодня у нас продолжается рубрика. Кстати, знаете, по поводу рубрики, ответы на ваши вопросы по поводу взаимоотношений делюсь своим взглядом. А давайте в комментариях вы напишите мне свои идеи, как бы назвать эту рубрику. Типа, конечно, там советы от Селены, но это как-то просто. Типа хочу что-то типа кухня красоты, да? Было такое название броское, и вам нравилось. И вот я хочу тоже что-то с этим связанное. И вот чья идея мне понравится, и чью идею я применю в своих видео в названии, тот получит от меня 500 рублей на телефон или на карточку брошу. Давайте, присылайте ваши идеи. Сразу скажу, что идеи там советы от Селены мне не очень нравятся. Советы стервы, ну как-то тоже это я уже писала, там что-то не то, да? Не знаю, что-то, советы тоже слова не хочется употреблять. Что-нибудь, короче, ну, блин, давайте поштудируем, мозговой штурм сделаем. Какие у вас идеи для названия этой рубрики? Желательно, чтобы это было два коротких слова, да? Но таких, чтобы прям сразу захотелось видео открыть и посмотреть, что же такое говорят. Итак, давайте поехали в ваши вопросы. Итак, первый вопрос от Аделина Гулманова. Как понять, что ты ему нравишься, как намекнуть? Девчонки, в школе я вообще очень влюбчивая девчонка была, и пока не встретила своего единственного, да? И пока мы не встретим своего единственного, ну, как бы, не всем, конечно, дано влюбляться все время, да? Я сильно долго не страдала, буквально несколько дней я уже влюбилась в другого. Вот, мне с этим повезло. Кто-то бывает, вот так, знаете, влюбится и любит долго-долго, и потом не влюбляется, и всю жизнь без любви, да? А кто-то живет в влюбленности, всю жизнь в кайфе называется, да? Ну, ладно, не об этом дело. Как намекнуть? Я, когда была молодая, да, у меня все время я влюблялась в кого-то, и где-то кто-то этот далеко очень, и он обо мне не знает, и муж даже меня никогда не видел. Но, знаете, я такая всегда давала о себе знать, как бы, я здесь, и я как бы в чувствах. Поэтому я в школе, например, я всегда писала записки. То есть я писала письма любовные о том, что мне чувствовать. Блин, вот сейчас бы, почитать бы эти записки, честно, ну, хоть бы одна какая-то осталась. Но я их, по-моему, безбожно уничтожала, чтобы никто из моих подруг или там кто-нибудь другой, кроме тому, кому я это писала, да? Может быть, я не знаю, хранит ли эти письма кто-нибудь. Было бы клёво почитать, что там писала, я даже не помню. Я, наверное, вот всё, что в моих чувствах, да, там, ты красивый, там, например, да, там, мне кажется, ты умный, там, глаза, ну, такое что-то, да, что я чувствую. Мне кажется, я что-то такое писала. Мне так интересно, как парни воспринимали всё это, если честно. Но встречалась после таких писем я только с одним в училище, с которым, да, я намекнула ему, он во мне не знал. Я его увидела, влюбилась там в училище. И всё, я его преследовала, подружилась с его семьёй, с его сестрой. Три месяца ходила, дарила подарки, со всеми уже подружила, уже все говорят, что там девочка как любит тебя там одна, да. И в итоге подстерегла его, это мой первый парень, да, подстерегла его под подъездом там. И говорю, нужно поговорить. Он такой, ну, давай поговорим. И я такая, встречаться ему предложила. А он мне отказался. Он говорит, ну, давай попробуем. Вот, и мы три месяца пора встречались, и вот это был мой первый парень. Вот. Так вот, и вот, и вот, и намекнутие, да, конечно, намекните. Парни, они ещё бывают такие, не догоняют. Им нужно намекнуть, написать или просто сказать. Вот когда я уже постарше начала, да, с ней маленькая была, там письма писала, там что-то, дра-ля-ля-ля-ля. А когда постарше уже, я вообще, ну, как бы не прикрывая, я всегда говорю. Я знаю, что люди любят, они любят комплименты, они любят, когда... Ну, то есть, главное, чтобы это было искренне. Увидьте, если вам понравился человек, почему он вам понравился, да, ответьте себе, скажите ему об этом, и ему будет приятно. Просто даже не то, что там, я влюблена, я потеряла голову, не надо, а просто ты красивый, ты такой умный, ты просто нереальный чувак, понимаете. И просто это ваше мнение. Вы по-любому понравитесь ему, даже если вы некрасивая, там не в его вкусе, да, но я не знаю, какая там вы, но не суть важна. Как минимум, как человек вы понравитесь. Хотите понравиться людям, говорите о них хорошо, им в глаза, что вы кайфуете от них, и они вас уже полюбят. А если ещё и вы в его вкусе, то всё, ну, как бы, всё логично будет. Следующий вопрос. Вы согласны... Так, Ленка, Ленка Блэк. Вы согласны с этим? Отношение девушки к парню зависит от отношения парня к девушке. Отношение девушки к парню зависит от отношения парня к девушке. Ну и наоборот. А наоборот, это отношение парня к девушке зависит от отношения девушки к парню. Я считаю, что здесь не так всё однозначно. Типа, да, как парень себя ведёт к девушке, да, так и она. Ну, нас же двое. Нас двое. И это такой вот симбиоз. Здесь нет того, что если... Ну, это одна сторона медали. То есть, если он вот себя так ведёт, тогда я буду такая. Нет, есть же мы сами по себе как личности. И мы можем вести себя сами по себе, так как мы ведём себя сами по себе. Мы можем любить людей, если мы сами по себе их любим. Вне зависимости от того, что они делают. Да, то есть мы просто любим, мы хотим заботиться о них, да. Просто мы такие, да. Просто если мы уже видим в ответ... То есть мы отдаём изначально человеку, да, всё, то есть... И бывает человек, когда он видит наши отношения, нашу заботу и любовь, там, более уязвимый, например, какой-то человек, да, то он раз и раскрывается, и то же самое нам дарит, да. Более сильный человек, он первым показывает... Он первым открывается и показывает всё, что он может дать. И дарит, и делится. Первый показывает и делится. Вот. Я считаю, что это более сильный человек. А более слабенький он может чего-то опасаться, бояться. Может быть, у него опыт какой-то не такой, да. И он может изначально быть в позиции такой наблюдения немножко. А вдруг его обидят. А вдруг он сейчас откроется, да, сделает доброе дело, там, подарит конфетку и подумает, что всё, он влюбился, сейчас растопчет его, да. То есть у каждого свой багаж, свой опыт. И это надо понимать. Поэтому изначально, мне кажется, мы в любви, вдохновении, не нужно сразу ожидать от партнёра. Давать. Нужно сначала давать, давать и давать. А потом уже смотрите, как реагирует на этот человек. И это нужно делать искренне, чтобы вам поверили. А, конечно, если вы будете делать там наполовинку всё это как-то, да, с каким-то недоверием, а ты мне, ну, тут могут начинаться уже какие-то некоторые проблемы, да. Тут очень нужно понимать чётко, какой человек рядом с тобой. Потому что с одним это прокатит, да. То есть вы встречаетесь, вы такая звезда и давай мне, я звезда, что ты мне дашь. А он такой, а он более сильный, оказывается, да. И он такой, а я тебе дам, на тебе, деньги, на тебе, любовь, зал, бота, ты у меня самая красивая, самая звезда, самая лучшая. И девушка такая, опа, опа, да, ты мой любимый, вы так понимаешь? Или, а с кем-то не прокатит, а с кем-то ты такая, опа, давай мне, я звезда. А он, слышь, пошла нахер. Что-то типа того. А ты такой, да почему, да я такая, да ты мне должен, да ты вообще такой, такой, такой. Ну, короче, понимаете, да. То есть так себя вести в позиции, дай мне, нужно понимать, с кем ты себя так ведёшь. И будет ли этот человек тебе давать, готов ли он, насколько, да. Но я придерживаюсь позиции отдавать сразу. То есть мне, по большому счёту, ну да, я такая говорю, сейчас мне ничего не надо. Потому что мне мой мужчина всё даёт, да, мне типа ничего не надо. Но когда его не было, я была в позиции, что да, я такая королева-звезда. И даже нет, знаете, как у меня было? Да, я королева-звезда. Если я встречаю парня, который мне нравится, я от него ничего не хочу. То есть я не хочу ничего серьёзного. То есть я бы сама по себе такая была, самодостаточная. Всё у меня есть, я знаю, как устроиться в жизни, всё прекрасно. Мне отношения не нужны, серьёзные. Потому что серьёзные отношения ведут за собой какие-то обязанности, ты должен, ограничение свободы некоторое, да. Ты уже не можешь пообщаться со своими парнями, друзьями. Ты уже не можешь там пойти в клуб ночной куда-то, да, в стриптиз-клуб ночной. То есть ты уже ограничиваешь, да, немножечко. Соответственно, ты требуешь что-то от человека. Что ты получаешь, когда ты свободная? Когда ты ходишь туда, куда ты хочешь и встречаешься с тем, что ты хочешь. Что ты от этого получаешь? Человек, с которым ты находишься один на один, отказываясь от всего этого, да, по его просьбе, он должен тебе как-то это всё компенсировать. И, конечно же, если меня лишали моей свободы, я говорила, о чём вы мне это компенсируете, извините. Для меня это важно. Поэтому я в отношения не хочу. Я всегда отношения начинала строить, ну, как-то, мне кажется, с более лёгкостью. Особенно, если я понимала, что этот человек просто мне не даст, как бы не хотел того, что мне нужно. Я всегда на лёгкости. То есть ничего серьёзного. Не надо ничего серьёзного. Мы просто здесь и сейчас кайфуем, отдыхаем. Завтра встретимся? Встретимся, покайфуем. Всё. Конечно, там какие-то планы, воздушные замки, все дела, но это такое всё. Это всё такое, как бы. Это всё здесь и сейчас в любом случае. Вот. Но если человек настроен серьёзно и не хочет тебя ни с кем делить, ты одна единственная и так далее, то он должен уже, конечно же, напрячься. Если у него такие запросы, извините меня, свободу мою хочет, то, да, он должен компенсировать всё это. И, конечно, у меня тогда вставало в позу. Вот. И мне попался такой мужчина, который дал всё. Да. Он всё это понял. Он понимает, что такое свобода. Он понимает, что он хочет её немножко урезать в этих моментах. И говорит, я тебе дам то, что тебе нужно. Ты не будешь ничего хотеть, кроме меня. Вот. И дал. И поэтому вот в такой ситуации у меня было немножко такое, что я как бы требую, да, требую. Но в основном, когда я говорю о том, что серьёзного ничего нет, да, и моя свобода остаётся на месте, то мне всё равно. Ну, человек меня любит, мне этого достаточно. Я всегда отдавала. Мне как бы ничего и не нужно было. Ну, мне не нужно. Мне не нужно там того, сего, этого. Мы даже какие-то моменты и не обсуждали. А просто, просто наслаждались. И я велась и так, как хотела. Мне хотелось красивому человеку говорить, что он красивый. Доброму говорить, что он добрый. Щедрому, что он щедрый. Если я суперклассный парень, то я хочу сказать ему об этом. Ты реально суперклассный. И знаете, что часто я замечала? Что, да, люди все неуверенные в себе в той или иной степени. Им этого не хватает. Им всем нужно, чтобы ими восхищались. У нас всё идёт, мне кажется, от рождения, от воспитания. И всех по-разному воспитывают. И особенно, если люди по-настоящему такие, знаете, внутри добрые, хорошие и так далее, то им прям, мне кажется, самое то говорить об этом. Вообще, это круто. Хвалить людей, указывать на их достоинства. Такие дела. Поэтому я не согласна с высказыванием вот этим вот, Леночка. Я не согласна. Ещё один вопрос задаёт Лена Блэк. Также, школьная любовь. Если он выучился на профессию менее оплачиваемой, чем она, допустим, у неё высшее образование, а у него среднее, и, соответственно, зарплата больше у женщины. Как относитесь к этому? По поводу образования, это вообще ещё ни о чём не говорит. Абсолютно. Чтобы вы понимали, у нас олигархи, многие вообще с тремя классами, понимаете, образование. Очень многие богатые люди совершенно не имеют высшего образования. Может, потом они корку купили там, да, какую-то, но не учились. И зарабатывание денег, организационные моменты, тяга к власти, к славе, амбиции внутри, это вообще не про образование, мне даже хотелось бы сказать. Ну, именно то, что преподают нам в школах, да. То есть это, может быть, про самообразование в дальнейшем, да. И умение вот каких-то таких вещей, это да. Но на что ты выучился, это вообще, короче, вообще не главное, да, какое у тебя образование. А по поводу у женщины больше зарплата или нет, то есть это не факт ещё, что это так будет вообще. Но вообще хорошо было бы, чтобы мужчина зарабатывал больше. Потому что мужчина, ну, это как-то, мне кажется, знаете, идёт из прошлого. Вот он такой добытчик, он такой весь добывает деньги, а женщина это про уют. И мне кажется, вот в такой истории мужчина чувствует себя более удовлетворённым, когда он заботится о семье в финансовом плане, когда он чувствует свою важность, вот это вот покровительство своё над женщиной, да. Мне кажется, это любому мужчине важно. В идеале, чтобы мужчина зарабатывал хорошо, вот, ну или наравне. Если женщина больше, ну, не знаю, это ещё, мне кажется, тоже зависит от самих женщин, от самих мужчин. Есть такие мужчины-домохозяйки, им вообще бы не работать, чтобы женщина всё зарабатывала. Если женщина это устраивает, то прекрасно. Следующий вопрос от Иринки Мандаринки. Селена, здравствуй. Очень непростой вопрос. Может ли полюбить мужчина женщину с ребёнком? Так как многие дамы не очень уверены. У меня мнение, что все мысли из головы. Как думаешь, так и будет? Я думаю, да, так и будет. Мужчина с ребёнком... Это вообще, я считаю, что правда, правда, я уже об этом где-то говорила, это такая ерунда. У меня есть видео, мать-одиночка называется. Это такая ерунда, что мужчина... Нафиг вам такой мужик, для которого ребёнок – это проблема? Который вот любит вас, такой влюбился. О, нет, у неё ребёнок, мне это не подходит, я хочу... Иди катись ты! Вам не нужен такой мужчина. Ребёнок – это уж ориентир, понимаете? И если мужчина принимает ребёнка, хочет о нём заботиться, как о своём, и дарит ему любовь, всё, тепло, то вот, галочка мужчине. Вот такой мужчина вам нужен. Это промокашка, как бы... Как это? Как это? Тест. Тест на мужчину. Мы же часто выбираем, не пойми кого, из мужчин, которым вообще и до нас-то дела нет, какие дети. Это как бы не про таких мужчин. А ребёнок – это тест теперь для вас, что мужчина вас любит, что он любит детей, что он любит людей в принципе. Он понимает, что такое забота, что такое ответственность. И всё. И если мужчина этого не принимает, есть разные. Не все мужчины, конечно, это принимают. Есть разные. Есть, которые руки поднимают, понимаете? И на детей избивают их. Разные есть. Поэтому о всех мужчинах мы не можем говорить, но нам нужен определённый, определённый тип мужчины, который всё это принимает, и вам такое нужен. Вот и выбирайте теперь мужчину. Из головы, конечно, многим женщинам из головы они думают, что никому не нужны и так далее. Они же и ведут себя определённым образом, да? Они же не открыты, они закрыты. И, возможно, если они всё время тусуются там, где находятся мужики, недомужики, можно так сказать, да, которые, ну, как бы, ладно, грубо сказала. И если она всё время тусуется там, где мужчины, которые не принимают детей, для которых это важно, может, они ещё какие-то молодые, неопытные, незрелые, да, там, они не знают штуку ответственности, и что-то боятся, как бы, да, то к чему там ходить? И, может быть, из-за этого, что она там и ходит, у неё и вырастают вот такие всякие убеждения, комплексы. Или люди, которые её окружают, да, там, те же родители, родственники, подруги, которые так считают, что долбили откуда-то это, ерунду. Есть прекрасных мужчин, очень много, и которые и своих делают, и чужих берут на воспитание, и любят, и дают образование, и жену любят. И это вообще не помеха, просто вообще. Выкиньте это из головы. Рина задаёт вопрос. Селена, привет. Ситуация такая. Мы с мужчиной вместе пятый год, ещё со школы. У нас тяжёлые отношения. Мы вечно то расстаёмся, то сходимся. Так, были у меня такие отношения, где мы расстаёмся и сходимся. Каждые полгода одно и то же. После того, как сходимся, несколько месяцев просто рай, а спустя время снова наступает ад. Терпеть становится невозможно. Мы расходимся. Доходит даже до того, что во время расставаний начинаем новые отношения с другими людьми, но всё равно в итоге сходимся. Тоже так было. Что делать, если в отношениях плохо и без них? А, в отношениях плохо и без них плохо. Прямых бесед было много. Всё это обсуждали. Проблема в том, что мужчине я надоедаю через время. Пропадают чувства и появляется ненависть ко мне. Поэтому он начинает относиться ужасно. Хотя в это время моя любовь и отношения не меняются. Расскажи, как перестать возвращаться к бывшему, как побороть в себе эту зависимость от человека, который не заслуживает к себе моей любви, заботы и так далее. Если всё равно тянет к нему, даже через всю боль и обиды. У меня были такие отношения, да. Девочки, но... Был у меня парень, к которому я тоже... Мне он очень нравился. И да, и доходило до того, что... И я всё время уходила. И я расставалась. Причём самое интересное, что человек к тебе так плохо относится. То есть ты видишь, что нет никакой любви, он там совсем другими вещами болеет, никакой серьёзности. То есть просто бы прикол, что ты рядом находишься, как бы, да. И да, тоже после ссоры, рай и так далее, а потом что-то опять меня не слышат, меня не видят, предпочитают проводить время с друзьями, чем со мной, да. Может, я тоже надоедаю там, да. И я тоже скандалы-скандалы, потом в итоге уходила, а потом мы как-то тоже через несколько месяцев соскучивались, и вдруг оказывались вместе там в одной компании. Или просто давай увидимся, встретимся, и как в первый раз всё, понимаете. Да вот. И опять 25. Просто здесь, знаете, я в один... Ну, я просто опыт свой расскажу. И в один момент я просто поняла, что, ну, это фигня, мне так надоело, я так жить не хочу. Ну, то есть, ладно, один раз случилось, мы расстались, да. Потом после этого мы даём друг другу шанс, сходимся, и опять что-то не выходит, да, мы опять расстаёмся. Ну, по идее, уже понятно, что не получается. Ну, ладно, даём ещё один шанс, ещё один, понимаете. Опять сходимся, и опять... Ну, как бы уже надо понять, что, ну, всё. Ну, вот так вот. Ну, значит, он такой. Значит, у него такие привычки, такие принципы, меняться он не хочет, он что-то не понимает. Может, он ещё не дозрел. Ну, времени ждать, например, у меня там не было, да, когда он постареет, ему уже всё опостылит, понимаете. Я хочу жить, наслаждаться жизнью. У меня очень много амбиций. Я знаю, какой должен быть со мной рядом мужчина, человек, да, и поэтому тяжело было признать, да, что это не он, к примеру, да, потому что эмоции пока все эти дела, но надо признать, ну, не он, ну, не он. И нужно просто сделать как-то окончательно, дать себе слово уже окончательно, не мучить саму себя. Вся эта вот любовь, вот это, что я люблю сквозь боль, это какая-то херня, честно. Я считаю, что нужно с собой очень жёстко поработать. Вы сами себе даёте просто расслабон, ведясь на эти все чувства. Себя нужно немного иногда вот так вот держать, особенно в такие моменты. Нужно держать себя в узде, не давать себе «я люблю», «я там это». Не идеализируйте так эту любовь. Я в своё время тоже её идеализировала, что влюблённость – это что-то свыше. Да это, блин, болезнь, это херня какая-то, понимаете, вот эта влюблённость, вот эти чувства неадекватные. Когда в тебя ноги уже вытирают, потому что надоело, свали нахер, понимаешь. Это я люблю, я люблю. Где гордость? Где чувство собственного достоинства? Так и будет всю жизнь, будут ноги вытирать, все мужики. Ты будешь надоедать другим, понимаешь, нужно любить себя. Если этому надоедаешь, и другому будешь надоедать, это ненормально. Ну, такого мужчину встретила, ему быстро надоедает. И он знает вообще, что вернёшься. Что у меня в последнее время привычка вот это делать. И от того, что да, вы сходитесь и возвращаетесь, у него есть возможность показать, что вы надоели, всё, уходи. Начинаются другие отношения, там что-то не нравится, что-то, а что, у него есть бывшая сейчас, мы опять с ней разойдёмся, и будет три месяца идиллии. Мы как бы женщины, нам уже, да, там может быть нужна семья, там постоянство какое-то, а он мужчина молодой, еще ему как, погулять, ему нравится вот так, вполне себе. Он не дорожит, значит, отношениями с вами. Либо уверен, что, либо не так дороги ему, либо он уверен, что просто потом придёте, там и так далее. Может быть, потом, когда пройдёт время, только когда это, да, опять же он постареет, там, да, и поймёт, вот она, да, самая единственная. Но всё равно, мне кажется, всё равно будет какая-то фигня в отношениях. Уже позволили мужчине вести себя так, надоело. Я ему надоедаю. Что значит надоело? Иди в жопу, надоело. Ты мне надоел, блин, тоже не идеально, да. То есть, ну, как-то так. Вот, поэтому я в один прекрасный момент всё равно просто взяла себя в руки. И, честно, мы даже расстались на такой ноте, прям вот на пике, на пике, на эмоциональном пике. То есть мы уже ржали, улыбались, у меня были собраны все вещи. Три дня, три дня я пыталась выйти из квартиры. Давала себе ещё, ну, ещё один денёк, ещё один денёк. Но я вышла из этой квартиры, и я понимала, что это всё, это конец. Больше я не хочу ничего серьёзного с этим человеком. Это не моё. Он не дозрел, не созрел, совершенно не умеет себя вести, совершенно не понимает каких-то элементарных вещей. И знаете, когда я уже от этого вышла, когда я уже встретила там другого человека, я снова вспомнила, как это, когда тебя любят, как это, когда тебя любят больше жизни, понимаете, и так далее. Ну, просто нужно взять себя в руки и чётко сказать себе, что ты хочешь, и что нужно сделать для того, чтобы ты шла именно к тому, что ты хочешь. Не можешь изменить человека, измени ситуацию. Поменяй и уважай себя. Вот это первое. Вот это первое и главное. Уважайте себя, и тогда будут вас уважать мужчины. Нельзя позволять. Надоело. Ну, что это за трендец? А представьте, когда будут дети. Вы будете с детьми бегать туда-сюда? Нет. Не должно быть. Ощущение должно быть полное, что это ваш мужчина, который о вас позаботится, никогда не бросит, ни на кого не поменяет. Только с таким можно строить серьёзные отношения и заводить детей. Это очень ответственно. Не пренебрегайте этим. Это ваша жизнь, это жизнь и психика вашего будущего ребёнка. Выбирайте ему папу, очень хорошо. Не ведитесь на эти боли, это напоминает, опять же, когда мужик поднимает руку, вот эти вот ситуации с насилием, вот я видео снимала, да? То есть происходит полный трэш, а она такая, сквозь всю эту обиду и боль, и рукоприкладство, обзывательство, унижение, я всё равно его люблю. Ну, ёберный театр. Не расслабляться. Особенно в такие моменты. Следующий вопрос. Мария Сергеевна. Здравствуйте, Селена, хочу узнать твой взгляд на ситуацию. У меня отношения на расстоянии, возникают плохие мысли при виде, как мой парень уделяет внимание девушке в соцсетях. Стоит ли говорить об этом прямо или не портить настроение? Выяснение. Что значит не портить настроение? Ну, ё-моё, это вот так, что ли? Что-то настроение было хорошее. Иногда нужно подпортить настроение, когда вы видите, что человек делает то, что вам не нравится. Скажите ему об этом, спросите. А что это за девушка? А что это за внимание? То есть ты со мной или ты с кем? А, ну если это нормально... Ну, я просто в своей жизни очень много всего вот этого проходила, да? И было такое, что человек сразу, нет-нет-нет, всё-всё-всё, блок-блок-блок, я не кого-то, ты у меня единственная, да? А кто-то говорит, а что такого, мы просто дружим. А это моя знакомая. А не что такого, а что ты ревнуешь? Да ты психованная, ты истеричка ревнивая, да? Я хочу дружу, хочу не дружу с кем-то, да? То есть я в своей жизни истории всяких отмазок разных слышала. Что за девушкой? Что ты ей уделяешь внимание? А, ну если это нормально, ну тогда я найду себе друга, которому буду уделять внимание. Сразу увидите, как поменяется настроение у вашего парня. Да, иногда, чтобы было потом всё хорошо, нужно немножко, это, поджопник дать. Ну, как бы вы поняли, да? Не физически. Селена, ответь, пожалуйста, на вопрос, почему, начиная общаться с парнями, меня потом перестаёт тянуть к ним? А вот к тем, кто меня отталкивает или делает больно, меня тянет. Не могу из-за этого нормально построить отношения, ибо не чувствую взаимности от себя к ним. Не показывай, пожалуйста, моё имя. Очень надеюсь на ответ. Странно, что не показывай имя, потому что здесь как бы ваше имя, ну ладно, я его вырежу, вырежу, хотя вы же на всеобщее обозрение здесь написали под Инстаграм. Но в Ютубе здесь, ладно, обрежу. Так, с парнями, значит, ну это вообще, это знаете, как история вообще всей жизни, да? Мы любим тех, кто нас не любит, да? И наоборот, короче. Это такая нормальная история, как бы, ну тут тоже нужно с собой поработать немножечко, да? Чтобы вот этой вот фигни не было. Нужно найти человека, которого будешь любить, и который будет тебя ценить, и достоин, там, и так далее. А вообще, мне кажется, это немножко такая вот, знаете, ну женская тема. Мы любим плохих парней, немного пострадать. Ну, просто вопрос, что вы хотите с этим парнем? Если вы настроены на что-то серьезное, да, вот вы девушка уже выросли, да, там, хотите что-то серьезное, ну ищите соответствующего парня, если не хотите в будущем проблем. Хотите жить хорошо, ищите хорошего парня. И это не обязательно, что, знаете, там, вот хороший парень, не чувствую к нему ничего. Не надо. Можно найти парня, который будет хороший, будете чувствовать. И будет и любовь, и страсть, и будет хороший, достойный мужчина. Просто не нужно бросаться в крайности. Этого вы любите, он вас не любит, не подходит. Этого вы не любите, он вас любит, не подходит. Идем дальше. Идем дальше. Пока вот, оп, люблю, и меня любит, он подходит. Понимаете? Вот так должно быть. Поэтому не думайте, что это может быть рок, какой-то судьбы и так далее. Это просто попадаются вам парни. То есть вы обращаете внимание на этих парней. Обращайте внимание на еще парней других. Дженюрочка. Дженюрочка. Задает вопрос, а веришь ли это в дружбу между мужчиной и женщиной? У моего парня появилась подруга. Не могу спокойно к этому относиться. В такую дружбу не верю. Думаю, она либо заканчивается, либо перерастает, либо что-то большее. Появилась подруга? Да, я тоже вот в эти моменты не верю. Появилась подруга, когда появилась подруга. У нас с моим мужем тоже были очень, до сих пор иногда происходят некоторые споры по этому поводу. Мы вообще с ним познакомились, когда у меня уже был друг. Был друг, и уже мы дружили, там мы с 2007 года дружим, общаемся. Мы жили в одной квартире, жили в одной комнате. То есть у нас была большая квартира друзей, и разные ситуации были. У меня там был парень, например, я уезжала, потом мне некуда было идти, и мой друг всегда с распростертыми объятиями. Дружба это. То есть там и мужчина, друг мой был, и женщины, и девочки мои подруги были, Люба, например, и еще девочки были подруги. И как бы все меня принимали. Но у каждого друга была своя функция, можно сказать, роль в моей жизни. И в общем, когда такая ситуация, ты уже долгое время дружишь с человеком, ты знаешь, почему. То есть ты знаешь точно, что это полностью дружба. То есть это не бывший твой парень, это не будущий твой парень. Эта дружба уже проверена годами, какая она. И тут ты встречаешь парня. И, соответственно, ты знакомишь его со своим другом. То есть он уже идет на условия и знает, что у тебя есть друг, что такие взаимоотношения, сколько вы всего вместе пережили, как эта дружба завязалась, на чем она основана. То есть эти моменты очень тонкие и важные, и мне кажется, их нужно. И самое важное, что ты дружишь с этим человеком. И еще очень классно, что... И еще очень важно, что ты знакомишь своего парня со своим другом. И вообще очень классно, когда они еще и дружатся и нравятся друг другу, как люди. Это вообще очень круто, и об этом надо позаботиться, чтобы так и было. Говорить им друг о друге хорошие вещи, чтобы они друг друга уважали, потому что дружба – это ценно, да, и, конечно, любовь твоя тоже это ценно. Два человека должны тебя любить. Это то же самое, ну, как... Кто-то как друг, да, а кто-то как мужчина твой любимый. То же самое это, то есть наравне, да, дружба мужская или дружба женская – это одно и то же. То есть твоих друзей нужно сделать так, чтобы уважал твой парень твоих друзей, и твои друзья уважали твоего парня. Чтобы не было проблем, тогда будут очень классные взаимоотношения. Но что касается дружбы, которая появляется вдруг... Ну, я не исключаю моменты, вполне возможно, да, но тут нужно разобраться. Во-первых, дружба, если вот вы, например, дружите, да, у вас есть подружка, вы же знакомите его со своим парнем, ее, да, вы можете вместе как-то проводить время, рассказывайте какие-то истории, друг про друга. Соответственно, подруга женщина, она точно такую же роль занимает, как и друг мужчины, ну, вот, у парня, да. Соответственно, вы должны с этой девочкой быть знакомы, вы должны точно понимать, на чем основана их дружба, вот, то есть вы точно таким же другом должны ей стать, да, если это... Ну, дружба... Ну, бывает, знаете, бывает, что... Бывает, интересный человек, да, но он может быть внешне не в твоем вкусе, к примеру, да, ты не видишь с ним отношения, но тебе очень нравится, как человек себя ведет, его взгляд, какие-то моменты, компания, да, как ты чувствуешь себя рядом с этим человеком. все это может быть, да, в друге, противоположного пола. И тебе хочется с этим человеком общаться и тоже проводить время, как-то веселиться. Может, кто-то там компаньон по этому делу, хороший, понимаете, а кто-то очень много чего знает в каких-то отраслях, которые для тебя важны, да. Кто-то очень много... Может, кто-то вдохновляет тебя очень хорошо, опять же, потому что знания, умения, опыт какой-то интересны. То есть, ну, интересно общаться с человеком. Вот, поэтому просто должно быть все открыто, да, и дружба. У моего мужчины, например, да, тоже там вот мы общались-общались и там вдруг появилась подруга. Вот, но эта подруга, это... Ну, как подруга. Ну, как подруга, да. Это жена его друга, лучшего там, одного из лучших друзей. Вот, и они прекрасно могут проводить время, созваниваться и так далее. И я от того, что у меня есть друг, я знаю, как это бывает важно, да, у меня, соответственно, к этому проще, как бы, да. Ну, конечно, если появляется какая-то подруга, что за подруга, что да как. И, конечно, меня надо с ней познакомить, и я сразу стараюсь найти в ней какие-то плюсы, потому что, может, мне что-то не нравится, да, но мне хочется найти какие-то плюсы, что именно ему понравилось в ней, да. Вот, и когда он нас познакомил, мы пообщались, и даже часто так бывали, что у нас там какая-то была проблема, например, там общая, да, которую мы решали, и мы с ней вдвоём вот так вот прям на одной стороне атаковали моего любимого. Ну, как бы, я там говорю, что, зая, вот так, вот так, вот так, да, там ситуация, я её так же вижу. А она со своей стороны, то есть я такая мягкая, а она как друг, она может, например, ещё более жёстко высказываться, как друг, там, да. И, ну, у меня муж, он любит, он любит, как я поняла, таких девчонок жёстких, вот, и подруга у него точно такая же жёсткая высказывание, принципиальная, жёсткая, не в бровь, а в глаз, вот, и я думаю, что, конечно, на этом их дружба и основывается. И пошутить может, чувство юмора классное, и, ну, знаете, как это, блин, какое-то слово жёсткое. Крочу говоря, всему может быть быть место, но, опять же, всё зависит от того, как это всё происходит, что за девушка, и обязательно надо всем познакомиться, подружиться и проверить эту дружбу времени, вот, а потом уже можно делать выводы. Но, как правило, частенько, да, бывает такое, что дружба основывается на какой-то симпатии, так как есть парень, так как есть девушка, да, мы с тобой будем просто друзьями. У меня есть даже знакомая, которая всё время там со всеми парнями дружит. Просто вот дружба, особенно с симпатичным парнем, да, или там дружба с красивой сексуальной девушкой, это, короче, ну, недостаточно просто для того, чтобы ага, дружить. Надо разобраться, подружиться всем. Сейчас монтирую видео, это про дружбу, и чувствую, что я должна ещё один момент дополнить, что касается дружбы, потому что опыт есть и у меня, что я дружу, да, с мужчиной, мужского пола, человеком. Единожды такая, да, ситуация в моей жизни случилась и по сей день есть. И мой мужчина тоже общается с противоположным полом и прям может даже смело назвать, что вот подруга прям, да, есть, потому что такие вот прям дружеские, подружеские отношения. Но в этом моменте ещё очень важно, как ты сам относишься к своей половине, и если, допустим, у тебя симпатия какая-то, да, к другу, которого ты как бы называешь другом, есть симпатия как к мужчине, это ты сам должен оценить внутри. Готов ли ты подвергать какому-то там некому соблазну или терпению себя, когда ты в отношениях. Я приведу сейчас пример, к примеру, да, к примеру, вот у меня сейчас есть отношения, я очень люблю своего мужчину. И представьте, что я встречаю какого-то парня, который мне изначально просто симпатичен как парень. Я же могу оцифровать, да, что здесь мне человек нравится, он импонирует как мужчина, да, вот как парень, вот эти какие-то аферомоны, флюиды там и так далее. Но у меня есть отношения, типа я не могу строить отношения, к примеру, и называю его другом своим. Но я же как личность понимаю это, да, что если я с этим человеком начну дружить, а на самом деле он мне нравится, я к нему испытываю какие-то некие там чувства, да, то есть не из соображений, ну, то есть, да даже, если это из соображений есть, но при этом я испытываю чувства к человеку некие, да, может сексуальное обличение какое-то или еще что-то, то я бы сама, да, как человек, который любит свои отношения, любит мужчину, который со мной рядом, да, я бы никогда не подвергла такой опасности и такого друга себе ни в коем случае не заводила, то есть, я не занимаюсь самообманом, я не собираюсь дружить с человеком, только потому, что я не могу с ним строить отношения. Вот это важный момент. Очень часто люди эти моменты подменяют и начинают дружить, потому что они не могут встречаться, потому что у них есть половина. И здесь нужно быть уверенным в своем молодом человеке, да, или в своей девушке, что если он выбирает дружбу, то он не играет с огнем, да, то есть, если он дружит с человеком, он не играет с огнем, на самом деле не подменяет понятия, и там нет никакой страсти, и нет опасности и угрозы для отношений. но это должен внутри сам человек определить. Я своего мужчину знаю, я ему очень доверяю, и я знаю, что он нашими отношениями очень дорожит и никогда не подвергнет их такой опасности. Самообманом он не занимается, то есть, я его знаю, да, проверено годами, и он не будет подменять понятия, он не будет говорить, что это подруга, с которой я дружу, если он где-то внутри подумает, что у него есть влечение к ней, как к женщине. Я думаю, что он искоренит эти взаимоотношения, ни к чему такая дружба хорошему не приведет, и какой в ней смысл, да. А если уж ты начинаешь дружить с человеком, к которому у тебя сексуальное влечение, тут уже нужно задуматься, как бы, а какой смысл тогда продолжать отношения, если ты уже кого-то другого хочешь, да, либо ты вообще не принципиальный человек и готов изменять своей девушке. Здесь очень много нюансов, как бы, да, и я думаю, что здесь доверие, и то, какого мужчину ты выбрала, как он себя ведет по отношению к тебе в мелких деталях, имеет большую роль. То есть, ну, я доверяю вот своему молодому человеку и знаю, что он просто сознательно никогда не подвергнет наши отношения такому риску. И самообманом заниматься не буду. Но я знаю и встречала таких людей, которые занимаются, и таких очень много, которые занимаются самообманом, которым нравится, сексуально привлекает их там девушка или парень. Они говорят, что это дружба, но на самом деле, они дорожат отношениями, короче, играются огнем, я называю так, играются огнем. И да, такие отношения рано или поздно могут во что-то вылиться. Либо все там затянется, перерастет, это все в сексуальные какие-то отношения на стороне, да, либо расстанутся люди, да, какие-то начнутся проблемы, ревности там и так далее. Но здесь кому, как не самому человеку, вот, допустим, да, мне или моему парню оценить степень сексуального влечения к своему другу. Да, вот у меня к моему другу абсолютно нет никакого сексуального влечения. И не было никогда, я подчеркиваю. Это не то, что было, до прошло и там было, нет, изначально не было. Я встретила брата, вот такое ощущение, что я встретила брата или, может быть, отца, ну вот, что-то такое, да, и я точно могу сказать и понять, почему я общаюсь с этим человеком, что я в нем вижу, что я от него черпаю, получаю, и что мне, допустим, эта дружба очень важна и необходима. И для меня ценно, чтобы мой мужчина поддерживал, да, и я очень хочу, чтобы они дружили и крепко дружили, потому что то, что я вижу, допустим, в человеке, я считаю, что это, ну, ценно, ценно для вообще общества, всего. Соответственно, я точно так же отношусь к подруге своего мужчины, да, то есть я ему доверяю, так как я доверяю себе, да, и вижу, что мы очень похожи. Я думаю, что он точно так же дружбу, ну, то есть нет у него каких-то проблем с этим, да, чтобы подменять какие-то понятия. Тем более эта подруга, опять же, нюансы, тем более это подруга, жена его друга, и они все вместе общаются, дружат, и, соответственно, видят, кто как, с кем общается, вот, и как бы я знакома, да, и я вижу, то есть все могу оценивать, поэтому, но больше я отталкиваюсь реально не от того, что происходит, а больше отталкиваюсь от того, как я вижу своего молодого человека, на что он способен именно в таких психологических моментах, да, вот вопрос самообмана, занимается ли он самообманом, да, насколько он дорожит отношениями, насколько он меня любит, потому что мою позицию в отношениях он прекрасно знает, и в отношении со мной лучше с огнем не играть, потому что это будет, оно как бы плачевно, то есть я человек принципиальный в этих смыслах, со мной не поиграешь, так что, ой, там, извини, там, или еще что-то, то есть если я потеряю доверие, то все, отношению конец, поэтому это изначально было поставлено и с обоих сторон его ко мне, мое к нему, поэтому вот эти детали, они очень важны, вот нельзя сказать, опять же, все так настолько однозначно, все очень индивидуально, как правило, да, дружба, мужчина, женщина, как правило, очень много вопросов, и скорее всего, там, сексуальная какая-то симпатия, но есть эти исключения редкие, эти исключения есть у меня, поэтому, поэтому я уже не говорю так однозначно, все от опыта, вот, просто, в общем, я рассказала вот свой взгляд, а вы уже сами делайте выводы. Так, еще один вопрос у меня тут задавали, как думаешь, в отношениях люди одинаково любят друг друга, или все же кто-то позволяет себя любить? Катя Катюна задала вопрос, кстати, моя постоянная зрительница. Знаете, этот вопрос я тоже в голове своей крутила, я обсуждала. Как правило, мне кажется, что да, да, что в любых отношениях можно взглянуть и посмотреть, что кто-то любит больше, кто-то позволяет себя любить, но процентное соотношение всегда есть, но где-то оно может быть явное, что кто-то вообще там 10% любит, а все 90% не позволяет себя любить, да, позволяет, вот, а у кого-то это может, знаете, так быть, 60 на 40, 55 на 45, но вот эта маленькая такая вещица, она прослеживается, потому что у каждого может быть разное, как бы, ну, я бы не сказала, как бы звучит, кто-то любит, а кто-то позволяет себя любить, но не на 100% так, да, но в процентных соотношениях, да, оно есть, я это замечаю всегда. У кого-то может быть просто больше, меньше страхов, да, меньше страхов каких-то, у кого-то больше претензий каких-то к отношениям, да, что они должны быть вот такие, а если они не такие, то другие нам не надо, да, а у кого-то больше страхов, и тот думает, ой, я буду вот это вот терпеть, и вот это еще, ладно, меня вот это не устраивает, но я тут потерплю, понимаете, вот, все зависит от психологического стержня внутреннего, да, от опыта, от бесстрашия внутреннего, да, ну, короче, многие факторы вот эти вот играют на все это, но скажу, что да, всегда вот этот процент, он вот как-то качается, вот так, что 50 на 50 четко, не знаю, может быть, такое и есть, как бы, но мне кажется, что вздык какой-то куда-то, да, происходит, вот, но это не страшно, это нормально, и в таких отношениях даже 30 на 70 можно прекрасно себя чувствовать счастливо, вот, главное, чтобы при всем этом присутствовало уважение и забота в отношениях, внимательность, да, то есть человек может на самом деле, как может быть, ты, может быть, не любишь там всем сердцем вот так вот, знаешь, там на 100%, да, ты, может быть, отдаешь человеку там, даешь человеку, например, может быть, 30% своей любви, да, а 70% ты там себя любишь, к примеру, да, или 70% ты позволяешь себя любить, но при этом ты человека уважаешь, при этом ты заботишься о нем, при этом ты проявляешь ему все-все-все, что человек себя чувствует, ну, как бы, нужным, важным, он тебе доверяет, да, и ты прислушиваешься к нему, как бы, да, и вот как бы в этом строится, а есть люди, которые говорят, да, я шкуру за тебя отдам, понимаешь, я тебя 100% люблю, я тебя так люблю, что прибью сейчас, понимаете, вот такое бывает, это не дело, поэтому по мне лучше пусть любят 30%, 70% позволяют, но показывают полное уважение, заботу, любовь, просто, не от того, что любят, а просто потому, что такой человек, потому что он любит, в принципе, людей, понимаете, может быть, пусть так лучше будет, нежели так любит, что прибьет когда-нибудь, слушайте, ну, вот и конец, и все, я на все вопросы ответила под постом, как классно, так, тогда я буду заглядывать теперь в вопросы под этими видео, и так, что от вас, я на все вопросы ответила, что от вас, пишите ваши комментарии, пишите ваши вопросы, если какие-то есть, я буду на них отвечать, а также, штудируем мозговой штурм, как назовем эту рубрику, вот эти вот видео, они мне нравятся, я хочу их снимать, все-таки чаще висит эту рубрику, потому что я просто кайфую, когда говорю обо всем этом, поэтому жду ваши идеи, чью идею я приму, тому 500 рублей на телефон кину, вот, и люблю вас, целую, прощаюсь до следующего видео, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok